Сына и Сына, и Святого Духа! Пришел Иисус от Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Очень короткое второе зачало Евангелия Марка, и завтра будет на водосвятии читаться. Там буквально три строчки. Значит, Иоанн, как известно, с проповедью Евангелия, с проповедью покаяния, потряс сердца жителей Иудеи и прилежащих городов, и они, ждущие избавления, пошли к Нему с ожиданием и с вопросом, не Он ли Христос? А Он их ломал, душевный их строй, закосневший греховный, окунал их в воду в покаяние и требовал от них исповедания грехов. И они совершали это, и это было приготовление к Иисусу, потому что иначе, как мы много раз говорили, невозможно иначе уверовать в Иисуса, Сына Божьего, человеку, как только покаяние. Если человек закоснеет в своих грехах и придумает себе оправдание, и начнет показывать пальцами на окружающих, что другие, мол, еще хуже, а я, мол, чего, и так далее, и так далее, и засомневается в вечной жизни и прочее, он не будет каяться, он будет умножать свои грехи и будет гнить заживо и погибать законной погибелью. Поэтому Иоанн совершил и совершает до сегодняшнего дня необходимейшее дело. Он смиряет гордыню и утешает униженных. Он возвещает всем одно и то же. Впокайтесь, приблизилось Царство Божие. Иисус пришел к нему на Иордан между грешниками, совершенно неотличимый по внешности от всех остальных людей. Если на картине у Иванова явление Христа народу, значит, есть Иоанн, есть много там в воде толкущихся, значит, иудеев, и отдельно там идет Христос, то это исторически, конечно, неверно, потому что Христос пришел туда в толпе между людьми, как один из многих, неотличимый никак внешностью ни одежды, ни ростом, ни весом, там, ни какими-то внешними признаками. Такой же обычный молодой иудей, молодой мужчина, ничем не отличающийся. Он мог бы прийти туда на Иордан именно так, как можно себе представить, с пышностью. А Иоанн бы мог сказать при всех, вот Агнес Божий, землющий грехи мира, то, что он сказал не всем, но только будущим апостолам. Вот Андрею, Петру, значит, и Заведеевым сыновьям. Он мог бы всем, как бы, ну так мы себе представляем, как это нужно делать. Вот идет Христос, Иоанн говорит, о, Агнес Божий, значит, вот все обернулись к нему, и все поклонились ему, и он бы пришел, говорит, да, я Агнес Божий, значит, и так далее. Это было бы другое Евангелие. На самом деле, значит, Христос пришел между грешниками, затершийся в толпе, и пошел к Иоанну креститься, как один из беззаконников. Все люди были отягчены грехами. Представьте себя на месте этих иудеев, себя. Чтобы мы, значит, услышали вдруг такой мощный удар в совесть. Такой, кайтесь, уже все, уже поздно. Значит, еще немножко и поздно будет. Мы бы все встали бы и пошли, мы бы тоже встали и пошли. По дороге бы думали, что я скажу, что я буду говорить. Ну и начали бы говорить то, что мы знаем про себя. Что мы не можем ужиться с соседями, что мы имеем обиды на своих родственников, что у нас по юности была куча грехов, которые до сегодняшнего дня продолжаются. Что мы любим деньги, что мы боимся смерти, что мы мало молимся, что мы такие и сякие, а у кого-то еще там побольше, куда-то поменьше. Мы бы шли, то все в себе перебирали. И между этими людьми шел Иисус. А Иоанн когда узнал Иисуса первый раз? Он же еще узнал его, когда был во тьме своей материнской утробой. Когда он еще был в этой темной пещере материнского чрева. Елизавета старушка его носила, Иоанна. А девочка святая Мария уже зачала Иисуса. И они, когда эти две беременные женщины встретились, то Иоанн взыгрался в очреве своей матери. Потому что он узнал своего Господа. Значит, Иоанну была дана благодать еще от зачатия, от рождения, чувствовать Богом. Он действительно великий. Сказал Гавриил про Иоанна, что он великим наречется. И многие сердца обратит к Господу Богу их. И он узнал Господа раньше. Но это еще не все. Потому что можно узнать Бога в детстве, а в зрелости его оставить. У нас есть такие примеры. Можно узнать Бога в зрелых годах, а к старости Бога покинуть. У нас есть и такие примеры. У нас есть все. Поэтому нужно было ему сознательно уже не из чрева, не из тьмы, а уже во свете, под светом солнца увидеть Христа и узнать Его. И он их крестил, этих все. Знаете, как у банда всех этих грешников приходила? Что они там говорили? Там есть много разных преданий. И, допустим, иудеи делились на две школы, как всегда. Как минимум на две. До сегодняшнего дня и дальше. Как минимум две школы у них всегда есть. Одна школа говорила, что нужно, когда ты каешься, назвать все свои грехи. Все, все, все. Как у нас вот. Наши эти все. А другие, а другие, говорит, когда ты каешься, главное, чтобы ты во всем покаялся, вот сердцем, отвратился от греха. Не нужно копаться там. Потому что там бездонная куча там этих опарышей. Что у них там копатывают. Надо вот оторвать от сердца грех. То есть они говорят, кайся во всем и не говори много. А другие говорят, кайся во всем, но говори все. Все-таки были две школы. Есть предание, что они заходили в воду по плечам. В том месте, где Иоанн крестил, там воды не так уж много. Там нет такой реки, как Москва-река в центре города. Возле дома правительства. Там гораздо все меньше, уже и не такое глубокое. Там все очень смиренное на самом деле. Они приходили, залазили в воду. Толпа стояла на берегу. Человек, погруженный в воду по плечам, называл свои грехи. Там спал с соседкой, там, значит, там, хулил, там, проклинал, воровал, там, желал кому-то зла, там, хотел на себя руки наложить, там, всю дрянь про себя выговаривал. Потом замолкал, потому что уже нечего говорить. И Иоанн его окунал в воду, без всяких имен. Он не призывал имени, во имя, там, того, сего, не без имен. Просто погружал им по воду с головой. Он выходил на другой берег, как чистый, как бы снявший себя, сокрушенный сердцем и обрадованный покаянием. И туда, говорит, зашел Господь среди всех грешников. И там Иоанн его узнал. Он же сначала им говорил, что идет, стоит за мной тот, которого вы не знаете, который больше меня. А что такое больше меня? Иоанна считали вообще ангелом. Он сын священника, он житель пустыни, он одетый в нестранную ее одежду, он никогда не спит на кровати, он никогда не ест хлеба, он ест дикий мед и каких-то кузнечиков. То есть он сухой весь, как палка, значит, высохший, весь в молитве, весь в огне, весь волосами заросший, значит, с горящими глазами, как бы, и лупит всем правду Божию между глаз, никого не боясь. Он был ангел Божий настоящий на земле. А он говорит им, что за мной идет тот, кто больше меня, которому недостойный я нагнуться ему, развязывая там шнурки на сапогах. И Иисус совершенно никем не узнаваемый пришел между всеми грешниками, и Иоанн его опять почувствовал. Во второй раз. Первый раз почували свои мамы, и тут опять он этот трепет, очевидно, испытал тот же самый трепет. То, что был так, только теперь он уже видел, он уже жил, он уже был взрослый мужчина. И он говорит, ты ко мне пришел, я должен тебе креститься. Он перед ним говорит, какие грехи у Иоанна. Он девушку не то, что не целовал ни разу, он за руку ни одна женщину ни одну не держал. Он не то, что там не объелся никогда, он никогда не съел ни пирожка, ни кусок мяса. Непонятно, чем питался. Это был аскет, это был святой человек, без всякого греха, вечно в молитве. И он говорит, он почувствовал эту святость Иисусова, говорит, я должен у тебя креститься. Господь говорит, тихо, 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 молчи сейчас. Нам нужно исполнить всякую правду. То есть Господу не угодно зайти, понимаешь, грудь колесом, и всем зайти, внимание, равняй смирно, я пришел. Что такое, в чем дело, что без меня творилось такое. Не, он приходит смиренный, приходит неузнанный, узнают его только отдельные души. И он Иоанну говорит, тихо, тихо, не кричи. Он сказал Иоанну, не всем, только избранным людям. И Господь тоже зашел в воду, как будто он грешник. А эта вода уже была густая, потому что в ней уже там столько наговорено было. Она же чувствует вода, она же непростая. Вот, эта иорданская вода, она много чудес видела. И она как бы уже насытилась как бы этими грехами беззаконников человеческих. И он зашел в эту воду, Господь безгрешный, окунулся в нее, ничего не говорил, потому что ему нечего сказать, что он будет говорить. Он же не будет выдумывать про себя то, что он не делал. И вы не выдумываете про себя то, что вы не делали. То начинаете тоже из себя изображать там иногда самых кающихся. Ах, я там самый грешный. Не самый ты грешный. Это же в грешниках не самый главный. Понимаете? Я такая самая грешная, я такой самый грешный. Не выдумывайте про себя, ничего у вас великого нет. Ни добродетелей великих нет, ни грехов великих у вас нет. Ничего великого у вас нет. Говорите свое, чужое не говорите. Христос ничего про себя не выдумывал. Он бы тоже мог бы там, понимаешь, сказать про себя, что он говорит, ах, я такой-то, я такой-то. Он молча зашел и молча вышел. Что на себя говорить, если нет ничего? И тогда уже эти разводящиеся небеса и глаз Божий, сей ей, сын мой возлюблен. Что мы узнали из этого, того, что я сказал? Что тайна Божия совершается постоянно, только мы не видим ее, потому что мы смотрим не на нее. Мы не ищем ее, мы ищем другого. И не замечаем тайну Божию, совершающуюся везде. Иисус не шел на Иордан специально один. А до тех пор, пока Иоанн не начал говорить, это был знак, это был колокол, это был звоночек для Иисуса. То есть Иоанн для того и пришел на Иордан, чтобы Иисус явился Израилем. Но когда он там начал, понимаешь, всех там пугать страшным судом и сокрушать им сердце, Господь встал тоже со всеми вместе из Назарета, потопал ножками святыми туда на Иордан, к этому великому проповеднику. И там они узнали друг друга. Ну, Господь знает Иоанна. А Иоанн узнал опять второй раз, узнал Господа. И Господь зашел в эту грязную воду грехов человеческих, тут же вышел из нее и получил от Отца свидетельство, что это Сын мой, любимый, возлюбленный, в Котором мое благоволение. То есть все, что я хочу, все в Нем. Все, что мне приятно, все у Него. Все, что я люблю, это все Он вам скажет. То есть все, что Бог Отец хочет, все, что вообще Господь Вышний и Страшен, Царь Верий по всей земле, все, что великому Богу угодно, все в Иисусе. Все, все, все в Иисусе есть, что Богу угодно. Чего нет в Иисусе, то Богу не угодно. А что в Иисусе есть, это все Богу мило. Вот об этом Он говорит. Это Сын мой, возлюбленный, в Котором мое благоволение. Ну, там еще в других евангелистах говорится. То Го послушайте. То есть это Сын мой, Его слушайте. Прославьте Сына, чтобы Он не прогневался. Как говорится в Псалме номер два, в русском переводе. Вот, возлюбленные, сегодня что нам важно. Важно, что еще пока не пришел страшный суд. И пока еще действует заповедь покаяния. Всесильная заповедь покаяния, которая имеет чудесную способность отмывать всякий грех. Вы видите в этой дебильной рекламе, в которой засыпаны наши уши и глаза, как нам предлагают всякие разные средства, которые отмывают всякую грязь. Всякую сковородку, всякий унитаз, всякую там эту самую. Купите это и пишите, что это Мистер Мускул, там все будет блестеть и пахнуть. Ну, так вот, шут с ними, с этими, значит, сребролюбивыми болванами, которые сами болваны, нас болванами сделали уже. Но имейте в виду, есть такой Мистер Мускул, который может нашу вонючую душу выбелить до глянца. Это покаяние. Вот где чистительное средство. Это такая баня, такое, понимаешь, очищение великое для всякой грязи. Нет такого греха, нету. Назовите мне любой грех, который там вы все придумаете. Я вам скажу, покаяние его отводят. Конечно, не одинаковое покаяние для разных грехов, но покаяние имеет силу колебать небеса. Покаяние имеет силу менять ход истории. Покаяние имеет силу полностью менять жизнь человека. Благодать покаяния – это самый сильный подарок Божий человеку. Она может все поменять. Друзья, все, Боже, Боже, как же дальше жить, там все, мы пропадаем, пропадаем. Вы каетесь, каетесь в грехах своих, каетесь по-настоящему, каетесь со слезами, каетесь так, чтобы грех выблевался из вас, прям вышел с вас, как будто с рвотой, как чужое из вас. И вы поверите, и вы не только поверите, вы узнаете, вы увидите, как жизнь меняется. У покаявшегося человека меняется жизнь. А у того, который так шаг вперед, шаг назад, такой, значит, танцует танго с Господом Богом, такое покаяния нету, значит, у него ничего не меняется. И от того, что ничего в лучшую сторону не меняются, подыхают бедные люди от великого уныния. Живут, понимаешь, без смысла, и подыхают от великого уныния. И уже сегодня человек ничем не развеселишься. Если когда-то там этот наш мудрый Чехов, понимаешь, он был грустный человек, был очень грустный человек. Но он, когда, например, по телефону разговаривал, только телефон появился. Он там, алло, алло, барышня, вот он набрал себе Ясную Поляну с Толстым поговорив. Алло, алло, барышня, Ясную Поляну мне, пожалуйста. И мы там барышня соединила там на коммутаторе. Он там, алло, Лев Николаевич, вы где там? Я в Ясной Поляне, а я у себя в Ялте, значит. И он был такой счастливый, бедняжка такой, значит, такой был в радости. А, какая жизнь прекрасная, можно по телефону разговаривать. Нас можно удивить теперь этим? Обрадовать нас можно, что можно по телефону разговаривать. Никогда в жизни нас больше не обрадовываешь. Мы теперь знаем, что это чепуха. Абелинский был такой у нас, грустный дурачок такой был. Тоже он такой. Он перед смертью чахоточник был такой. Туберкулеза умирал. Пока не умер, заплевал весь мир с дурацкими идеями. У него не было веры Божией. Ему нужно было как-то, чтобы не чопнуться до смерти, значит, от уныния. Он ходил, значит, в сторону нынешнего московского вокзала. Как раз только строили большой вокзал железнодорожный. И он смотрел на эту великую стройку. Как в Петербурге строится огромный вокзал. И радовался. Это его утешало. Он говорит, как хорошо будет вокзал, люди будут ездить на поездах. Ну ладно, умирать не страшно. Жизнь будет такая хорошая-хорошая. Такая веселая-веселая. Ну ладно, я не увижу других. Нас можно удивить стройкой? Нет. Вон в Дубае сколько наворотили. Нам это весело от этого? Вон у нас в Москва-Сити стоит. Кому-то весело от этого? Какой-то небоскреб новый строится. Кто-нибудь может этим утешиться? Телефонами, самолетами, стройками. Ну, как это скажет, ну что вы, смеете что ли? Мы что, сумасшедшие стоят? Как можно меня этим утешить? У меня сердце болит. Мне ничем этим не утешишь. Полетами в космос, там, какие-то там плаванием под водой. Это не утешает меня. А что ж тебя утешает в таком случае? Сегодня мы стали умные. Потому что у нас все есть. И нас больше ничем не утешишь. Какое прекрасное время настало. Нас теперь ничем не обманешь. И ничем не утешишь. Когда-то могли человека обмануть и утешить его заводной машинкой, например. Или ты видишь, там, какой-нибудь там бибикой, там, такой, сел в автомобиль и радуется. Сейчас мы ничем больше не утешаемся. Если Богом мы не утешимся, мы сдохнем от уныния и бессмысленности. А Богом утешаться можно только, если человек имеет в себе святое покаяние. А святое покаяние возвещает нам всегда, до страшного суда, святой великий Иоанн, девственник, мученик, пустынник, проповедник Евангелия и родственник Господа Иисуса Христа. Потому что его мама и мама Иисуса, они родственницы. И Иоанн, родственник Иисуса. Вот он нам говорит, покайтесь, покайтесь, пока не поздно покайтесь, любимые, покайтесь, негодяи, покайтесь. Он и ругается, и утешает. Он над ним говорит, сволочь, покайся. Другой говорит, дорогой мой, ну покайся. Он по-всякому говорит, понимаете, но всем говорит одно и то же, покайтесь. Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. Примите это себя глубоко в душу, как драгоценность в глубокий кошелек. Это в голове пусть у вас будет такое, что покаяние меняет все. Нет такого греха, который бы вышел драться с покаянием и победил. Покаяние выходит драться с любым грехом и бьет все грехи. Все грехи побеждает покаяние. Только нас его пока нет. Когда у нас будет покаяние, у нас не будет ни одного греха. Аминь и Богу славу.